всем привет друзья с вами болтарец и сегодня мы с вами взглянем а точнее пройдем за один видос horror novel welcome home захотелось мне почитать чего-нибудь такого страшного ужасного а тут вы посмотрите изо рта еще клешня какая-то вылазит и куски от нас отрывает мне кажется это будет очень увлекательно начинаем я не знаю про что это новелла о чем она будут ли здесь какие-то концовки выборы и так далее так что первый раз запускаю так сказать и сразу вам показываю череда ошибок и неудач неисчислимое количество впустую пролитых слез и зря потраченных усилий они словно демоны в рубинах вечно с тобой пока не умрешь и не испустишь свой последний вздох звуков и музыки в этой игре нет да ну допустим добро пожаловать домой это ужасно welcome home мама ужасная девочка с отвратительной улыбкой и ее одноногая мать я как-то не особо хочу сюда возвращаться я так понимаю что я играю за отца о чем не надо куда-то кликнуть понял это было очень громко ну что ж давайте посмотрим что случилось почему вообще у нас такая семья ух твою мать голова раскалывается я опять проспал чтобы не просыпать нужно просто раньше ложиться спать режим есть такое слово и никаких проблем не будет почему я опять здесь а да чуть не забыл я получил письмо от старого друга он написал мне что я должен вернуться домой потому что моя бывшая жена совершила самоубийство пока друг присматривает за мои осиротевшей дочерью он скану он сказал мне что в этот раз я должен взять на себя воспитание моей маленькой дочки я едва помню ее лицо но я точно узнаю и когда увижу из меня некудышный воспитатель но все-таки она моя дочь и я за нее отвечаю мне действительно нужно поехать к ней все еще сомневаясь ты неуверенно нажал педаль газа через несколько часов ты наконец-то доехал до пункта назначения google maps говорят что это то самое место ты расстегиваешь ремень и выходишь из машины ну пойдемте посмотрим перед тобой предстал спокойный пригородный район ты оглядываешь знакомые места пять лет прошло да много изменилось тех пор как я ушел отсюда я жил здесь не один но я ничего не могу о ней вспомнить о это фургон моей бывшей я точно в нужном месте неподалеку гуляла маленькая девочка с выпучеными глазами только не говорите что это моя дочь девочка с черными волосами до плеч ты с первого взгляда понял что это твоя дочь это точно она так мне подсказывают инстинкты да это она ты попытался завязать разговор она с подозрением покосилась на тебя не сработало она меня не помнит сначала надо попытаться как-то сблизиться с ней привет я ну наверно нужно представиться ребенку то она может подумает какую-нибудь маньячила спрашивает как у нее дела и просто убежит будет звать полицию поэтому я наверное признаюсь и сознаюсь во всем привет я мне без разницы ну сразу видно мать ее воспитывала а ты не очень разговорчивая ладно в общем это сложнее чем я думал попытаться взять быка за рога попытаться продолжить разговор но я буду настаивать на нормальном разговоре что ты здесь делаешь это не твое дело ты кто ты уклоняешься от ответа не понял а нахрена мы это делаем если я изначально хотел представиться вообще кто я такой ну окей игра на мне оставляет выбора что ты делаешь на улице я жду кого маму и папу дядя сказал что папа придет ко мне ты его друг дядя это наверное боб он был нашим с бывшей лучшим другом я услышал что он здорово помог с ее похоронами так ты друг моего папы ну вообще-то я и есть твой отец нет я не его друг тогда сдохни сволочь постой я не хочу говорить с тобой подожди малышка какое какая она тебе малышка ты вообще слышал что он несет я не друг твоего отца я и есть твой отец папа да девочка обняла тебя да я очень не хватает внимания наверное после смерти матери ей совсем одиноко папа ты останешься здесь я не хочу но как ты можешь сказать ей нет да навсегда навсегда конечно неуверенно ответил ты правда да здорово значит тебе дают папу если мама умирает твою мать это не так она задача она посмотрела на тебя блин как же ей объяснить а сколько ей лет то вообще ты едва заворочил пересовшим языком видишь ли наша семья особенная а да поэтому мы с тобой раньше не виделись ладно папа да мама мама ненавидит ложь даже святую что это было ладно понял пойдем домой папа я бы на месте главного героя нахуй развернулся свалил это что это какой-то вообще дьявол воплоти в теле быть маленькой девочки так значит она моя дочь с возвращением домой хоть глаз выкали можешь включить свет если хочешь ясно но тьма ведь лучше верно да нихуя не лучше я просто пошутила можешь включить свет конечно я это и сделаю ничего не изменилось моего ухода навевает воспоминания вот уж не думал что вернусь сюда повисло неловкое молчание да папа а где боб боб дядя он в ванной ясно что значит ясно какого хера вообще боб делает в нашей ванне когда вообще во всем доме выключен свет он там что расчлененный уже валяется у нас просто мега тупой главный герой бежать надо вообще отсюда а где ванная наверху спасибо вот так и закончился наш разговор и видимо больше никогда не продолжится блеск это было жалко папа я подожду маму на улице конечно а чё а ей вообще не сказали что ли что мать все что она больше никогда не увидит что там похороны были кого она там ждать собралась вернись до темноты она ушла блеск она сказала маму может мне просто не важно такая потеря точно подкосила ее но ей ведь всего шесть лет отлично теперь мы по крайней мере знаем сколько ей лет это многое объясняет но не все это для нее слишком да куда мне пойти в ванну конечно надо пойти посмотреть хуй там боплит развалился вы можете взаимодействовать с объектами щелчком мыши диван лестницы двери и прочее выпить выпить это мы успеем всегда можно посидеть подняться наверх ванная 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 ну наверно наверху ты поднялся наверх и направился прямиком к ванной вот отлично боб боба ты там боб а дверь мы слышим как кто-то шуршит а это чё за тень это я или это боб ты приложил ухо к двери боба там обосрался походу твою мать боба вот чёрт прости старик у меня тут небольшая проблемка ты серьёзно чё ж ты сразу то не ответил помолчи я концентрируюсь потом спустись вниз мне нужно с тобой поговорить есть чё погодь дай спокойно посидеть ну тебя нахер ты услышал как в внизу открылась дверь девочка вернулась буду ждать тебя внизу не вопрос а я пока добью последнего врага он там что в морской бой что ли своими какахами играет эй малышка ой привет боб почему он здесь это боб ты же был наверху верно чего что ты несешь я только что приехал только не говори не говори что ты снова принимаешь наркотики какие нахуй наркотики какие еще в жопу наркотики ничего такого подобного что с тобой вообще случилось ты действительно мой друг ну конечно же нет я не про это ты действительно он да хватит чушь пороть боба кто ты такой что ты несешь боб я же да ты правда конечно конечно это я боб ты что блять ты меня не узнаешь дружище к чему этот странный разговор уймись боб я пойду наверх странно я думал он в ванной боби ты там я открываю дверь мне это все надоело да твою мать почему тут везде так темно боби ты хуй там делаешь подождите мы вроде ванну поднимались какого хера я вдруг на кухне то оказался это не ванная странно я точно уверен что здесь должна была быть ванная открывай боб открой дверь успокойся живо открой дверь да уймись ты ты действительно отвечай ты действительно дай господи я тебе уже сказал пищу раз это я что блин с тобой с тобой вообще происходит такое ты ты кричишь на меня черт сам виноват сволочь я думал мы друзья что ах ты ублюдок я тут все делал за тебя хреновый ты папаша а ты еще и кричишь на меня здесь в моем доме боб вышел какая муха его укусила боб вышел у меня сейчас мозги из головы нахуй выйдут я вообще не понимаю что здесь происходит вообще-то вообще за дичь какая-то и это не его дом это дом моей бывшей твою мать так и знал не нужно было сюда приезжать просто оставлю девочку с бобом вот вот вообще идеальное решение просто варим отсюда твою мать еще одна напасть что стало со светом не бросая ее написано на стене какого пойду-ка я отсюда по добру поздорову черт у меня мурашки от этого места лучше спуститься вниз пока какая-нибудь хрень не выскочила из темноты и опять поп стоит поджидает нас боба чего прости да пустяк но чего еще от видел ее кого видел вы только не говори мне что ты тоже можешь это видеть видеть что я просто спрашиваю тебя видел ли ты девочку девочку говори понятнее она в своей комнате ну окей ясно так она уже вернулась вернулась ну да а что откуда чего она же недавно гуляла на улице нет она была в своей комнате он опять несет какую-то чушь она точно никогда не выходила из комнаты откуда ты знаешь ты же недавно говорил что только что приехал она своей комнате я запер ее там повтори-ка я запер ее в комнате после похорон матери что не волнуйся я каждый день ее кормлю ты говори где ее комната нет не выпускаю пожалуйста не надо где она наверху рядом с кухней если с ее головы упал хоть один волосок ой блять заботливого папашу включил я тебя прямиком здесь похороню нужно найти ее комнату нет там нихера не надо искать ее комнату нам нужно как-то блять развернуться спуститься вниз и выпить мне кажется что сейчас самое время но нет мы продолжаем темень где здесь нужная дверь а вот теперь нам предстоит выбор и причем серьезный ну дальше по коридору по темноте я не особо хочу идти поэтому давайте мы наверно сначала вот сюда за рулем а вот это уже ванная не та дверь наверное что-то случилось с освещением окей тогда мы продолжаем идти дальше эй малышка я открываю дверь мне в комнате кроме окна с решеткой нихера и нет что ли девочка лежала на полу и вставай ты в порядке а почему она какие-то не человеческие я бы даже сказал не девичьи звуки издает кто кто ты что это было на секундочку мне привиделась моя бывшая странно кто кто ты это же я мы ведь уже встречались разве когда мама умерла дядя запер меня здесь что это ведь была на улице нет я все время сидела здесь в этой комнате здесь да что здесь творится но ладно пошли я твой отец я защищу тебя от того дяди правда конечно ладно папа она пошевелилась и ты услышал звяканье цепи он приковал тебя к полу вот ублюдок цепь до крови натерла ей ногу держись малышка я принесу полотенце и воду ты хочешь поиграть в салочки нужно промыть твои раны так ты доктор ну вроде того разумеется нет я безработный пожалуйста пообещай вернуться обещаю правда я ненавижу ложь и лугунов сказала девочка не волнуйся я приду я больше не буду убегать теперь я никого не брошу подожди меня здесь я скоро вернусь полотенце должно быть ванной подожди а может быть все таки сначала разобраться с бобом есть вот и полотенце я его уже вижу а это боба поднялся да кто здесь боб боб почему ты здесь ты сделал это что ты освободил освободил ее и как бы я это сделал ты приковал ее ублюдок она ужасная дьявол воплоти вооо вот я в самом начале так и говорил да пошел ты я забираю я буду ждать тебя в суде тварь нет я буду ждать тебя в суде наркоман наркоман да ты ненормальный поэтому она тебя и бросила да все в прошлом я завязал ты знал что она мне нравилась но все равно женился на ней погоди я не знал об этом а теперь ты хочешь украсть мою дочь да что ты такое несешь она моя дочь что-то холодное проникло в твой живот и в глазах тут же потемнело ты не успел даже крикнуть как он нанес еще один удар потихоньку боль начала угасать и ты погрузился в темноту вот так вот ребят вы представляете приехал блять за дочерью а нас лучший друг взял и порешал папа освободи меня все будет хорошо освободи меня блять это был сон когда это я заснул и как я оказался здесь понятия не имею я снова дома почему я здесь где моя дочка в комнате стоял шипевший телевизор а рядом с тобой валялась фольга зажигалка и белый порошок ах да белый порошок запретный плод я же вроде завязал пару лет назад ну видимо нет эй малышка папочка ты так и не вернулся домой я не знаю что случилось я все о тебе знаю правда тогда что произошло мне это не интересно я просто хочу быть с тобой мне интересно мне интересно что произошло потому что я вообще пока ни хуя не понимаю у них есть конечно там несколько догадок но много чего и я все это знаю откуда я это ты что да я порождение наркотиков которые ты принимаешь каждый день так у меня галлюцинации да опять мы с мамой уже устали пожалуйста освободи нас все без толку разве я могу что-то исправить прекрати это что прекратить прекрати убивать себя не позволь своей зависимости уничтожить тебя отлично я же говорил что больше не убегу я освобожу тебя доченька Боб ага извиняюсь что задержался попал в пробку хорошо что ты получил мое письмо письмо ага хочешь у вас дать дань памяти дань памяти ну да сегодня ведь пятая годовщина смерти так ты звал меня не за тем чтобы я взял опеку над дочерью хех старик она умерла только не говори мне что ты до сих пор сидишь на наркотиках Боб заметил куски фольги что за хрень не знаю я просто ел шоколадку не смотри на меня так сегодня же бедовщина смерти твоей жены и дочери не мог потерпеть они умерли из-за меня что ты несешь это я во всем виноват может если бы я их не оставил моя жена не впала бы в депрессию и не убила бы дочь это не твоя вина выкинь все это из головы уже пять лет прошло да пять долгих лет слушай я хочу соскочить с иглы ну здорово братан так мне посоветовала дочь пять лет назад нет во сне в прекрасном сне целых пять лет я искал дорогу домой эти пять лет я совсем один провел в плену своего прошлого они умерли пять лет назад но для меня это случилось словно вчера уже пять лет прошло так почему мне до сих пор так одиноко что ж пора начать все сначала начать жизнь с чистого листа наконец-то я могу сказать себе с возвращением домой да домой в дом без них где я обречен на одиночество истинная концовка с возвращением домой представляете ребят сразу с первого раза вышли на истинную концовку ну вот теперь уже мне стало понятно под конец этой визуальной новеллы что же на самом деле произошло и почему оно все так сложилось какой можно сделать вывод наркотики это плохо подписывайтесь на канал комментируйте ставьте лайки всем пока